господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешным номер 226 события дня книга пророка исаи 8 10 замышляйте замыслах но не рушатся говорите слово но не состоится ибо с нами бог за 25 7 2016 и дальше прочитайте сами хотела что-то сказать не приеду куда приедете сегодня завтра завтра будет объявили что будет суд да ну не надо как это не надо всем скажи что вы могли присутствовать что значит не надо ну как так там нужно молиться как это он сказал он сказал это желание его чтобы там не мешали но скажи позвони сергею обязательно пупкова чтобы записал все обязательно сходите севастян дело-то дело-то мое не его я никак не приеду здесь только 10 октября с богом присутствовать необходимо необходимо всегда так было ян затоуз говорит на судах везде надо быть что это он сказал это его желание только и всего суд там нет конечно он сказал не надо там надо из такую дать зачем мотаться то тут дороги никакой нет и и сейчас данный момент опять дождь уже идет целый месяц все расхлюпа все идти надо идти надо и сидеть хоть в коридоре стоять дальше рассматриваете вот о человеке который столько зла сделал разделял людей и вот это его работа на рождественских чтениях на меня натравил госпотребнадзор это его работа его свора кинулась и везде стали стучать в разные места сергеанство в чистейшем виде то есть связь с миром то есть совершенно обмерщенная организация сергеанство когда патриархию образовали сталины берия в сентябре 1943 года от митрополит сергий строгородский и вот они вылезли эти клятвенно связаны с сша наркоман хиппи дальше считайте где-то и он это инициировал четвертый раз на меня уже накатил но неужели непонятно что человек не только не верующий может масоны не последней степени или не первой степени посвящения но сейчас я занимаюсь ними не я это не мои слова здесь ни одного моего слова нету я только то что говорю написано это другие тут указано какие именно заголовки эти делайте зачитайте враг затесавшийся в число граждан россии не только церкви это ослепление до патриарха всех не видели кого приняли тут все сказано выставляющий христианство в дурном свете христианство не только православия ни одной христианской заповеди не показал исполнение бездельник 20 лет получал деньги сосал бабкины деньги дворкин александр леонидович занимается созданием и распространением злобных слухов сплетен разрушительные клеветы не подкрепленные научными исследованиями экспериментами я свидетельствую перед богом что у нас есть авто запись которая поступила как они были и как предложили это и к нему обращаются там то есть он присутствовал я не просто это выдумываю подрывная деятельность этого типа прочитайте еще раз липовый профессор шарлатан мы здесь вчера я уже говорил митрополита антония храповицкого говорит это уже не народ но гниющий труп который влияние свое принимает за жизнь а живут на нем на этом трупе и в нем лишь кроты черви поганые насекомые радующиеся тому что тело умерло и гниет ибо в живом теле не было бы удовлетворения их жадности не было бы для них жизни конкретно это говорится о стране но я скажу что конкретно это в первую очередь говорится о патриархии вот это выделяю его это кто говорит по-сан-тони храповицкий антони слова гиммлер об этом лев лебедев говорит и поставили ролик сегодня я хочу прославить господа христа про лагерь про наш составили галя зугаляева вина тому же его программист сделал вы просто посмотрите маленькие но с любовью сделаны михаил кальмаев на тихоныч на суде вы пишете здесь ошибочка была пишите пишите да я пишу могут присутствовать все я бы хотел приехать 26 переночевать а 27 прийти в суд если это нужно то дайте знать я приеду он говорит на него села себя на нашему юристу он сказал что сам попробует сделать аудиозапись сказал если приезжать не надо что приезжать не надо только молиться если богу будет угодно и жив буду во второй половине августа продлят отпуск то есть у него болезнь сделали операцию вот теперь он хочу приехать к вам а к этому времени я уже буду вполне работоспособный так что любую работу буду выполнять без ограничений буду молиться об этом спаси христос вас и братьев и общину и детский лагерь стану спаси христос мы это принимаем благодарим бога за доброе расположение завтра будет суд так как я составляю это события дня выставлю будет через восемь дней то уже результат будет известен вот теперь показать наши ресурсы вот очень большой ресурс у нас в моем мире вот она смотрите там несколько таких страниц моих водная на одной из голубем так вот на эту можно писать здесь я отвечаю очень люблю мой мир петельцы тут медведев по лагерю ну и так далее сейчас оттуда ничего не выставляю у меня нет здесь возможности находимся почти в степи в степи не почти в степи дальше наш форум форм большой очень 1592 тема вот где потом и как православный форум и на тело и видеоканал православный сколько тут роликов не знаю только осенью знаю ну примерно 5300 5300 наших роликов так что люди которые что-то говорят там против у них не имени и фамилии и ничего нету и они нападают как-то ничего не будет я молюсь о вас а вы еще можете я вам желаю благо те которые нападают вплоть до последнего до дворкина из куратовского мы молимся чтобы господь их помиловал этих неверующих людей которые перешагнули грань дозволенного просто человеку этого не потерпел бы никто ни в одном государстве нигде а в россии можем выгодно выгодно любого негодяя могут печатать и все а истину глушить вот сейчас я выставил сегодня 9 роликов вот интересно как рассматривать спилить яблони что 5 слащий медок апельсота 12 златоус ни одного просмотра но это 16 минут назад только было события дня 3 4 3 нет просмотров дочь кино говор сплошной 6 просмотров видно чем люди интересуются ну и самый большой ресурс у нас это сайт сайт православный библейский сайт вот он здесь это первое что у нас было создано здесь всего так много я детском лагере и 50 книг аудио начитана и житья святых и как сна тут даже не выскажешь сколько и 4124 ответа ты всего что я показываю наши ресурсы вот это самое главное 55 позиции 55 папок это зайти просто надо вот теперь показываю на наши идут а если вот нажать здесь вот я стою с книгами и нажать главное вот я сейчас нажимаю ее красная черта прошла сейчас отбросила все а а что это дает дает возможность заглянуть что еще кроме этого тут по частям разбито вот она жить и святых на каждый день вот они идут здесь много-много чего здесь заходите смотрите аудио страдания разные я насчитывал еще до первого ареста восьмидесятом году ну эти как если 20 братья и тут уже 36 лет минимум как этим житиям трудно хранили их прятали закапывали поэтому а цифровка шла не с оригинала кгб было многое потом их вернули и как-то они их размагнищивали начало конец отрезали то есть портили умышленно портили зачем жития святых книга изданная официально советская власть никакой касался не касалась а вот так все что касается совести уничтожается совесть вот наш лагерь чего ради на него подать 45 лет ну найдите мне еще один лагерь кто знает чтобы ему было детский право православный лагере 45 лет детский конечно артеки были детский и чтобы его создал простой человек как это мирянин простец ничего нету чтобы у него не было денег не было то есть у меня самая минимальная пенсия не назначена власть так сделала 35 лет трудового стажа 40 лет только на стройке печеньком и в свободное время работал пенсия 6523 тут пишет один говорит осипов владимир николаевич диссидент он говорит это чаевые за раз такие дают олигархи а у меня это 90 чем-то долларов за месяц поживи на них это электричество это и за мусор за воду за все заплатить но в частном доме я живу и лагерь создать 45 лет руководить а что такое лагерь создать ну попробуйте узнать и тогда нападать надо или не надо и что получили дети они сохранили себя дальнейшая судьба их многих прослеживается как обеспечить надо было бы где спать что есть я уж не говорю продукты разнообразное это снабжение доставить детей развести обратно и за 45 лет ни одного повреждения отравления аварии смерти что в других там по трупам шагают развратно их называя гнойники разврата по основе по сравнению с нашим чудным православным детским трудовым лагерем станом вот здесь все как раз и сказано показано это что у нас здесь поют дети дождь видите как говор сплошной заголовки то какие пришли фильм смотреть вот так ну и события дня какие события то можно сказать были еду идет дождь уже больше месяца очевидно каждый день идет дождь каждый день земля вся размокла и вчера первый раз видел такое солнце выглянуло и как будто что горит сплошняком затянута сизой пленкой земля дым как дым я так и не мог понять а батюшка говорит да это воспарение такое и идет вся земля курится сплошным матрасом и вечером опять дождик вот сейчас сидим говорим и опять капает с крыши собирает вчерашний день прохожу мимо коровы лежат как-то я не видел в это время жиже сантиметров 30 и при том она густая такая ну сколько лет там коровы находятся уже и коровы лежат и в имя лежит молоко бы не стал есть а в имя обмоют дома аппарат такое специально подой ты будешь есть сливки прекрасная я посмотрел бедная скотина овечек перегнали другое место зайти нельзя ну невозможно но мы проехну то я проехал мимо этого денника но и все бы нет я не могу сказать что я не хозяин душа заболела я поехал батюшки батюшка ты знаешь что вот 30 метров примерно забора ограждения денег называется где лабос находится ну как я не знаю назвать что понятие корову загоняется на время обеда и они там гулялась корова гулялась то есть была в охоте течка вала пышки на него прыгают она не знает куда и она глаза она не видит ничего ее так мучает насилует как советские солдаты в германии немах примерно вот так вот и сломали забор коровы вышли ушли а рядом посевы гречиха там пшеница но мы лагер на увидели что идут побежали завернули день это не видит это за деревьями не и для деревьями загнали и сразу начали у нас свои жерни мы заготовили столбы добавим мазать копать и сделали а теперь они разломали другой стороны и лежат в жиже я поехал батюшки это все говорят господь это делает ну некому игорь еще и не травинки не заготовил она 36 голов края рогатого скота сколько надо съедать только на косят дожди все пропало изгнила а площадь которая тебе отведена одна откуда брать и никто не знает что ждет дальше уже некоторые третий раз косят и все пропадает до единой травинки пропадает а городской выглянул в окно пошел там и зонтик взял отработал восемь часов или отстоял или за компьютером просидел здесь не так игорь он дома то приходит ночевать как он выдерживать все видишь пошли только опять сломалась техника сидит ремонтирует дождь идет не это ничего не значит ремонтирует пачка играет некому некому я говоря я не говорил кому ну а чего делать чего делать перенеси в другое место дальше перенести и мне нужно ну так делайте не так не пойдет вам делать для деревни и вы еще ни разу не посмотрели где делать мне надо посоветоваться чтобы не было разговору чтобы ссылались не на меня на тебя у батюшка на велосипед поехал за мной приехали и разметили и вчера уже дети с этим с владимиром галендухи навозили жерде и заранее готовили и около месяца эти жерди весной и дальше столбы ну какие столбы там то осиновый то клен это все надо шкурить добыть распилить или вручную это не выскажешь какой труд а теперь на тележке обыкновенной волоком все на себе маленько растащили больше надо теперь их ошкурить надо шкуру кору снять и сегодня надо копать ямки или какая-то машина купил игорь и не видал ее в работе и дальше загородить чтобы коровы могли отдыхать она лежит в этой вняше провалилась и вся она там корова на по чуть не на половину в этой грязи лежит и в имя на половину погруженные в имя молоко где идет некоторые слова-то эти не знают и вот вчера успели мы это сделать подвести а с утра рано еще до завтрака тут ветлина ветла растет ветер и что отломило большой сух он упал и повредил что под ним было у меня акация была бузина немножко березы захватил сух огромный ясно дело дерево старое надо убирать а большие сучки они свесились над проводами которые идут в лагерь на есть поворотом идут но не порвали мы как-то маленько сгладилась это дело то и пи и снять ничего нельзя поэтому лестницу держит в руках человек вот так не стремянка никита а я кверху залез и маленькая ножовка такая там ногти пилить я пилил так обижаюсь то что я никому не дал на высоте стоит держит лесенку ну на на двух она столбушках лесенка то на двух луках стенках просто обыкновенная лесенка не стремянка никакая ничего самодельно это я распилили и сумели скинуть а теперь дальше пилить уже надо будет это с утра все запоздали на завтрак вот день как начинается сколько раз пришлось вчера съездить тут просить одна наша знакомая болящая попросила ягод ей нужно черная смородина лекарство как бы а черная смородина то и нету ее ни у кого ударил мороз для меня вот эта тайна все расцвело и вдруг бац мороз один день мороз дальше ягода убила дальше опять жара жара уже не растения все убиты но не без воли божие черемуха ни одной ягодки ничего нету все убило а клубника позже растила и она была а дальше была а в густой траве ни одной ягодки не собрали опять все сгнило вот идет и идет и идет дождь помолились чтобы не было дождя он идет идет вот выше только после моления дождь крапитик бачка сейчас молились то но это знаю воля божья тут она не обсуждается и у бога плохой погоды нету он знать что нам дать и вот ягод ей надо пошел его одной любыми на его и у у нее там в разных местах кустов 20 хорошего не огородчик садик вот и она говорит там нет все сгнило они прямо на ветках висят и сгнили ягоды прямо гнило я такого не видал это но мы все-таки брали брали набрали набрали ведерко небольшое потом пошли малину брать малина то позже и она все время спеет отпадает спеет и мы набрали пол ведерко дальше пошли у нас в лагере красный вкус смородины еще пол ведерко но между ними разделитель надо ведерко это одно пол ведерко положили лист лопуха репья это же второе получилось ведерко пошли к надежде василина выпросили свежего такое материя мы его обвязали ведерки чтобы не задохнулись и пошли юрга увидите выпросили савченко она уже засыхает и кое-маленько набрали набрали все же и потом пошел я глушкова не они ли александровне выпросил горошку это сестра болящая в городе горошек затасковала и мы до обеда три мужика собирали ягоды прямо до обеда все трудно было но сегодня вот сейчас данный момент я говорю это должно уже ехать в город представьте чем занять себя в городе что из этого что я сказал можете да ничего нету а что ты сделаешь у кого дача есть еще съездить может но такая нужда послать другой город и набирать понимаете все уникальное все интересное это в деревне так даже вот говорю да дочь дочь а работа то идет жерди уже привезли а и жерди это надо было где-то достать спилить ошкурить теперь надо идти доставать гвозди у меня их нету вот сверлить землю копать ямки и чтобы в обед можно было загнать коров отдыхать уже но тут ягодник был клубника теперь все это пропало и навсегда под под навозом там уже ничего не будет но еще в другом месте найдем это вот только за один день вот как важно доверяться богу работать вот сегодня сейчас данный момент сейчас у нас здесь пол седьмого 630 больше часа я торчу в интернете пока все разобрал пока ответил и нападают матерщинники их сдвинули тоже православные попы не было этого и вот где мы ездили самые главные враги благовестия попы просвещенники и они занимаются ведут воскресную школу дает задание и дети тогда по телефону звонят а мы везде вывешиваем наш телефон прямо из этой же деревни матерятся матерятся отвечать же когда-то придется и бомбардирует недели две то есть так они борются освещение не показывается скроется его не видно вот село клочки ребрихинского района там чарнодаров или чарнодыров я точно не знаю был отец игорь а сейчас спиридон злодей то есть люто ненавидящий потеряевку и все то в него продавали брошюру и игнатий душеинов и гумен и он взял брошюрку по благословению патриарха алексея второго на первой странице написано патриархийный священник патриархий это я ну как развернешь ее то получается открытка и открытка это наш лагерь вот я даже могу показать как он это выглядит где-то здесь не знаю даже документы сейчас даже могу показать где-то визитка вот так ну может быть вот это вот видно будет покажу вот он православный библейский сайт но тут опять же никак батюшка наш сходит тут и крещение принимает ну может быть как-то другое есть так окончательно вот она как выглядит православный библейский сайт но там этого ничего не написано я только вот эта фотография он избрал на развороте так вот разворотишь корочка то первая страница на первой странице вот батюшка в воду сходит отец айкин а на последний этот вот это но и эти продают они по благословению патриарха алексея 2 а кто-то подошел и сказал так а вы против потеряевки воюете то неграмотно у него вообще никакого образования нету как обыкновенной тупицы бесталантные как священники 90 процентов вообще бесталантная я уж не говорю там другие слова почему да потому что не свободная где дух господин там свобода там таланты развивается а где ты перед системой трепещешь боишься что тебя уберут лживые миссионерские отделы страшно назвать даже что это отделы миссионерские как будто сатана их изобрел это тоже ему сказали этот вот этот это православный батюшка то потеряевки у него глаза на лоб да вы что убрать и сразу все брошюры изданные по благословению патриарха алексея 2 были убраны куда он их дел я не знаю но главное тут же смелых с прилавка но он же знает патриарша все здесь хорошее не он автор и гумен патриарши не имеет значения здесь на первом месте слова исидора пелосиота предвзятость не дает здравого мышления точка а злоба вообще отнимает разум и они вот в этом находятся вот мы завялова были нормально люди берут слушают приходят мы раздаем евангелие идем по деревне и вдруг стали какие-то оговорки я хожу храм а что недалеко от храма и чем ближе храму тем темнее тем гуще уже прям плотную храму зашли бабушка одета уже по форме то есть черное что-то баба мы вот евангелие даем вам нужно нет а кто вы такие кто православные христиане да я с детства при церкви служу а вы ходите кто вы такие вас знать не знаю то есть грубейший сразу язык зазвучал она в храм ходит она пропитана этой мерзостью ненавистью но она нас не знает а если знает и в одном месте также было заходим все нормально и вдруг выходит здоровый огромный такой мужчина не поймешь его с будуна говорит с похмелья лишь девочка рядом стоит вот раздаем евангелие в три часа собираемся на стадионе там или где-то рассказать о христе ответить на вопрос а кто вы такие поселок потерявка да вы знаете я кто но оттуда мы знаем кто ты мы приглашаем вас но если бы можно было наверное горит он бы плевком нас убил мы вышли удивленная евангелие не взял мы соседнем доме спрашиваем а что это тут зажитель такой так он против я вышла да это батюшка 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 он под запретом и показывает пальцем среднем щелкает по подбородку дескать по подбородку щелкает это означает за пьянку снятой поп но тут он в полный рост вышел что за пьянку что он развратитель это не имеет значения он блеститель патриархии это их цепной сербер вот так то и притом это абсолютно везде вот приехали в тюменцево хорошие район нормально ходим но ближе к храму и вдруг священник как он поднялся он везде он скорее там где радиовещание там чтобы никто не приходил не слушал также было в шарчино шарчино отнеслись сейчас к тюменцевскому району бывший районный центр и библиотеке все нормально но оказалось что женщина поехала в тюменцево при храме вот если она скажет ему все встречи назначены труды пропали он не может достать но он может не пустить не пущать это абсолютно везде по всему советскому союзу мы свидетели вот господь почему из назвать слово волки посылаю вас как среди волков это первую очередь иудеи которые не принимали апостолов это атеисты коммунисты фашисты но все кто против евангелия все но когда павел собрал написано в ефесе двадцатая глава деяния апостолов присвятеров епископов и перед ними говорит и восстанут лютые волки не щадящие стадо лютые лютые то есть бешеные не поддающиеся не уговорам и смирению бешеные он бросается не рассчитывает силы и это говорит священнослужителем павел и так и осталось что интересно в церкви считает до этого места а следующий день читать перескакивать на другое я спрашиваю бачка хочу скачете то ну почему не сказать что вы лютые волки вы я не могу быть лютым волком я мирянин обыкновенной но именно священники лютые волки единственный раз библии встречается это слово златоуз говорит никого так не боюсь как епископов эти же слова говорил мартин лютер ну любой понимает златоуз сосвергли 47 епископов православных если кто не знает что такое еще напомню во времена когда жил златоуз почтение к нему было не такое как сейчас златоуз эти никто и не знал знали иоанн и все патриарх константинополя но и что ничего его решила свернуть царица евдоксия евдоксия дочь жреца языческого вышла замуж за безвольного дальше стал он определенное счастье рациону восточной частью был аркадий сын феодосия старшего ага норе в западной церкви и здесь и она на нем пахала и она решила свернуть златоуста и призвала патриарха города александрии посмотрите где находится север африки и он приплыл на кораблях на кораблях с большими дарами для царицы то ли он хотел быть в константинополе патриархом ну свергнуть надо и как начали имитации он искал всех врагов своих не они ему не враги братья долгие называется высокие ростом их назвали долгие три брата но они были в пустыне а в пустыне что найдешь можно найти он спаивает вином языческих воинов и дает им наказ найти их головы принести может быть и они идут язычники он послал знал кого нанимал язычники патриарх православный феофил это дядя кирилла александрийского канонизированного потом его племянник и они пошли так у вас были братья долги а кто такие я не знаю как они разговаривали с ними но примерно так понимаю так были не были монахи молчать не знают вылезали дальше и убили 10 тысяч зарезали монахов православных фактически по повелению он дал им все права делать убивать патриарха и этого патриарха никто не осудил не она пимени при ну десять тысяч монахов ну подумаешь ну что это такое в инквизицию погибло 12 миллионов это ничего не значит и эта история все говорит а то и житья на златоуста а братьев и не было они ушли другом месте то есть 10 тысяч трупов но вообразите 10 тысяч вообще вот воевали 9 лет в афганистане с применением современного оружия и было убито только 14 тысяч 700 человек но не считая покалеченных как говорят там чуть и 70 тысяч не знаю там покалеченных а убитых точно сведения даются такие и вот что такое жить не под водительством духа святого ты постоянно отойдешь а сейчас их натравили на лагерь я вчера мне звонит помощник прокурора вот она по делу тимоши батудина приезжала напоминает хорошо я сказал какие отзывы идут я считала но там и другие отзывы там платье и хвалят и прочее и она интересуется не звонила с того времени по прокурора маморского района а вчера позвонила и трижды спросила трижды сколько у вас детей в лагере я гром за лагерь закрыт когда дети бежали в ночь 22 часа 18 июля когда дети спали и нагрянула полиция без предупреждения и дети выскочили их увели в степь туда где сверкают молнии гроза это вообще надо смотреть этот ролик будет выставлен трижды спросил огур нету новый лагерь то есть дети будут не будут брошен слова лагерь исключается впредь куда изменение обстановки но детей им не отдам ни одного ребенка не из моих рук не получили мы их отправили которые не могли уехать потому что билеты куплены сегодня у нас двадцать шестое от 1 до 30 еще четыре дня будут из екатеринбурга и егор королев из канады они живут здесь у них билеты куплены уже за ними приедут с этим воспитателем это событие одного дня прокурором звонил почему она звонила зачем не знаю но спросила о полиции агрокупация не оккупировали нас стояли здесь прям перед лагерем охраняли круглосуточные экипажи менялись и зачем пустой лагерь сейчас я не могу точно утверждать двое суток чем-то это уже точно двое не один день и наезжала еще комиссия чего они тут искали проверяли кучей едут кучей всех кормить надо два пузатых милиционера майор и подполковник там один это майор не знаю подполковник это точно пузатые пузатые вот слово пузатые понятно чрево толстая пузо вот здесь на крещении вы увидите что такого нету это кто сказал впервые в министерском докладе министр внутренних дел российской федерации нургалиев уволить то есть эти люди не способны выполнять функции как он догонит то у него все оплыло жиром он не может делать оплывшие выкатившиеся от жиры глаза без страха уточняет себя это библейские выражения тук как у иглона которого а вот поразил мечом шрева и внутренности выпали вот это на сегодняшний день это вчерашний был на сегодняшний день события остается в силе богу нашему слава во веки веков веков